Здарова чат, здарова всем, всем привет, всем большое спасибо кто пришел. Сегодня продолжаем играть в Remnant 2. Отличная игра, которая недавно вышла. На самом деле, на ней уже сколько? Какого числа она выходила? 21? Ей уже так-то до хрена времени. Я уже две недели в неё играю. Нормально так. Вот, продолжим сегодня играть в мой забег в соло. Не на Апокалипсисе, на Найтмаре. Надо было, наверное, кстати, на Апокалипсис брать. Но кто же знал, что будет так легко. Вот. Короче, собрал я довольно прикольный билд. Билд мне понравился. Но, я думаю, ему еще есть куда расти. Я многое в игре не знаю. И, кстати, об этом. И, кстати, об этом о том, что я не знаю. Вчера мы, значит, с вами с паутиной, с этой ткачихой сражались. И я четко запомнил, что, по-моему, Мируэль мне писал, что я могу вот эту хрень скормить паутине. Но я не стал этого делать, потому что Мируэль потом написал, что паутине больше ничего нельзя кормить, кроме, как бы, квестового айтема. И я как-то забыл, забил на это. И вот вчера решил посмотреть, что у меня там по инвентарю, по талантам и так далее. Решил посмотреть, подумать по поводу сегодняшней трансляции. И увидел этот ключ и вспомнил. Ага, я же еще этот ключ нигде никак не потратил. И решил погуглить, ну, то есть на Википедии почитать, что там как. И в итоге оказалось, что этот ключ все-таки можно скормить паутине. И как же хорошо то, что я решил про это почитать. Потому что паутина нам даст идеальный айтем, идеальный айтем для нашего билда. Просто идеальнее не придумать. Поэтому погнали, я быстро заберу его. Вот, и еще, кстати, вчера нам нужно было... Нам нужно было, нам нужно было... Сейчас. Блин, нафлодили у меня в Дискорде, ладно, я здесь. Короче, нам нужно было вчера эту женщину, когда она спит, прийти к ней. В общем, я пришел к ней, когда она спит, но это я сделал вне стрима. Вот, потому что я побоялся, что на стриме мне так не повезет и придется ролить очень долго. Короче, она спала, я к ней подошел и словил ее сон немое. Вот он лежит у меня здесь. Поэтому сейчас доразберемся. Что там со сном немое? Так, я, наверное, кстати, выключу... Вот это усложняю, потому что я забыл опять его вести. Вот. Короче, значит, да. Значит, нужно вот этот ключ отдать паутинке. Погнали, я сейчас быстренько в начале трансляции это сделаю. И как же я охренел, какой айтем мне дадут. Я просто охренел от этого. Потому что этот айтем, это просто какая-то жесть. Просто жесть, которая мне очень сильно не помешала бы этому билду. Я даже боюсь представить, насколько билд станет лучше с этим, поэтому я просто реально боюсь. Вот, кстати, тут статуэточка стоит. Интересно, а я вообще сейчас могу выдать этот ключ или надо было это... Да, я могу. Истерзанное сердце она мне дает. И это сердце, как вы могли понять. Вы применяете эту реликвию на 20 быстрее. При применении она носит 345 единиц урона от взрыва врагам в радиусе 10 метров. И похищает жизнь в размере 28-75. Но это еще не все. Я так понял. Это сердце можно принести вот этой женщине. И она его может загрейдить. Сейчас проверим. Я, кстати, толком не дочитал, что нужно сделать. Так что нужно здесь сейчас будет еще разочек посчитать. Но, по-моему, его надо женщине принести. С дороги, Нади. Вот, у меня сейчас... О, она опять спит. Ну, вот ты не могла вчера спать на стриме. Чтоб я чатику показал, а не вот это вот все. Ну, короче, подошел и ловцом сном вот так вот ей по руке отдал. И она как бы проснулась. Просыпаемся, уважаемая. Спасибо. Любительница поспать, как я ее понимаю. Так, ну что-то там все. Да, и вот у нее можно обменять вот эту штуку. И вы просто почитайте. Почитайте это великолепие. Пассивно восстанавливает 2 и 3 здоровья в секунду. При использовании удваивает эффективность восстановления здоровья любых источников на 15 секунд. Это просто вообще что? Идеальный билд. Идеальный. Только одно колечко можно заменить в нем и все. И я готов. И я готов. Да просто вообще что? Давайте, кстати, посмотрим, что у нас здесь. Уменьшение урона на 1.4. Это какой? Обычный. Скорость восстановления кучности. Восстановление серого здоровья. Ну, давайте это возьмем, потому что это в наш билд входит. Длительность восстановления умений. Время действия модуля. Время действия предмета. Вносливость. Задержка восстановления выносливости. Мы выносливость вообще не тратим. Критический урон в ближнем бою. Критический урон в дальнем бою. Треснувший кристалл. Ну, неплохо, кстати, урон. Сглушающий урон. Отдача. Что-то у меня как-то увеличилось здесь все. По-моему, у меня отдача была минус 5, а сейчас минус 7. Это как разброс минус 8. Давайте-ка вот это вот, блядь. Чему нахуй забаним, блядь. Пошел нахуй, блядь. Так, что у нас дальше? Снижение расхода выносливости. Нам это не нужно. Расход энергии модуля. Нам это не нужно. Резервы боеприпасов. Ну, у нас вроде с боеприпасами все хорошо. Скорострельность. Ну, с учет того, что у меня последнее время как-то со скорострельностью проблемы, можно было бы взять. Скорость применения модулей и умений. Умения. У меня турелька очень долго применяется. Ну, давайте. Можно, в принципе, взять. Скорость смены оружия. Сопротивление недугом. Сопротивление урона от стихий. Расход и выносливости на заряженную атаку. Пофиг. Уменьшение урона. Это мы уже видели с вами, да? Блин, но уменьшение урона на самом деле звучит неплохо. У меня так-то сейчас 80% только когда я турель беру в руки. Здорово, серк. Урон от модулей. Урон от стихий. Урон от умений. Урон по уязвимым местам. Шанс к критическому попаданию. Блин, но неплохая штука, конечно, шанс к критическому попаданию. Эффективность, блядь. Ну, тут очевидно, что надо брать. Треснувший. Да, получается у нас восстановление серого здоровья, скорость применения модулей и умений. И треснувший эффект лечения, да? Найс. Блин, ну это просто вообще красотища. Это просто идеальный билд входит. Это реликвия. И когда ты его принимаешь, при использовании удваивает эффективность восстановления здоровья из любых источников. Соответственно, мы будем лайфстилить в два раза лучше. Или там, ну, тут не написано, удваивая. То есть, да, в два раза лучше будем лайфстилить. Это вообще такое? Это просто... Хорош. Вот это хорошо, что я вчера решил почитать. Не закинул эту тему с ключом. Потому что я про него уже реально забыл. Поставил турель на боссе и пошел кофе готовить. Да. Помню, сегодня безостроение чувак под горячую руку попал. Да потому что чувак хуйню, говорит, и пишет. Пришел, блядь, с наездами. У меня написано, соло гейминг. 150 тысяч раз говорил, что молекула не может. Он мне, блядь, а где молекула, блядь? Где молекула? Думаю, ну что за дебил, блядь. 150 тысяч раз ему говорил, что молекула не может, блядь. В шапке все написано. И потом еще начал какую-то хуету токсить, блядь, в чате. Да пошел он нахуй. Так. У нас, у нас земля. На земля. Погнали тогда сюда. Погнали сюда. Потестить бы где-то билд. Но вот сейчас на земле и потестим. Нелегко там. А, слушайте, я же еще вчера кованное железо купил у этой женщины. Где он там? Десятку кованого железа, оцинкованного, точнее, железа купил. Можно его прокачать. Можно прокачать оружие сейчас будет. Я до конца не уверен, что эта пушка, она идеально входит в этот билд. В плане того, что она включает свой отхил. И ты еще быстрее отхиливаешься. Но проблема в том, что этот модуль очень долго восстанавливается. И я не уверен, что хочу ли я продолжать с этой пушкой, этой пушкой пользоваться. Потому что я не могу в этот билд вставить ничего на более быстрое восстановление модулей. Это я, аномалия. Клементина вовсе не зря доверяет тебе. Скверна поражала систему дважды. Сдерживание позволило захоронить ее для дальнейшего исследования. Но Скверна вышла из-за контроля и поразила ее. Ее еще можно было раздражать. Если бы Разрушитель не убил стажа этого мира. Лобби остался без защиты. Мои лисусы истощились. Разрушитель позволил Скверне проникнуть из ядра в бесчисленные миры. Я очистил лабиринт. Я стирал мир за миром. Пытаясь стержать себя. Но повреждения были слишком серьезны. Я опоздал. Да, теперь решение найдено. Но не мной, а аномалии. Возможно, так и было задумано. Какой же дух Матрицы в этом всем, прям вообще. И как же это нам поможет? Индекс добавил два новых варианта. А, это же хорошо, да? Причем первая из них полная победа Корня. Да уж. Скверна повсюду. Но она исходит из одного источника. Точнее, мира. Лабиринт хранит в себе все двери и все возможности. Но из-за Скверны дверь в этот мир закрылась. Даже для меня. Я не вижу насыщих смех. Пробью его оборону. Отсюда можно и сменить мир. Значит, мы убьем корень? На этот раз всю. Навсегда. Вау. Мы открыли путь на землю. Очень закрытый путь. Ну, я так понимаю, это альтернативный вариант земли. Хотя, может быть, я неправильно понимаю, потому что, когда мы сейчас в блок телепортируемся, то у нас там тоже как бы мир корня называется. Так, давайте тогда в блок, пока я тут. И сейчас уже пойдем потестим, что за билд в итоге. С этим сердцем. Да, вот мы когда открыли мир корня, у нас теперь блок тоже как бы стал таким же. Не совсем я, конечно, следил за сюжетом в этом плане. Не совсем понимаю, как, что и как произошло. Ну, в общем, как-то что-то и произошло. Чел! Так. Могу апнуть что-то одно. Блин, ну, с учет того, что у нас скоро будет финальный босс, надо апать эту пушку. На финальном боссе, я так понимаю, вот это не будет работать. Энигма, или как ее это называют. Возможно, вообще на финальном боссе эта пушка на мне не нужна будет. Не знаю, посмотрим. Пока, как сражаться с финальным боссом, у меня мало представления. Потому что, опять-таки, повторюсь, оружие у меня такое себе для финального босса. Сколько нужно? Двадцатка нужна. То есть нам где-то еще десять оцинкованного железа нужно нафармить. Я думаю, десяточку мы нафармим. Сейчас поеду посмотрю, вдруг женщина опять десятку продает. Шел до мира корня, но локация лечебницы в Осаме так и не открыл. Как туда попасть-то? Ты прям в... Сейчас. Семь продает. Ну, слушайте, неплохо. Неплохо. За то, что я туда-сюда телепортнулся, семерочка появилась в продаже. Это весьма неплохо. Тебе ясно? Лечебница в Осаме так и не открыл. Как туда попасть-то? Ну, не факт, что она у тебя будет. Тут же генерация таким образом сделана, что не факт, что у тебя будет лечебница. Вот. Значит, тебе нужно выбрать приключения и еще раз в Осаме побегать в приключениях. И есть шанс, что у тебя там сгенерируется лечебница. Это такая игра с реиграбельностью. Здесь постоянно нужно после прохождения переигрывать, либо приключения включать, если не хочешь прям полностью переигрывать. Значит, у тебя попалось, как у нас с Никичем, с королем этим двуликим или как он там называется. Блин, я уже хочу посмотреть на свой реген. Мне так интересно. Еще главное не забыть ловцом снов словить эти шарики. А это не повлияет на кампанию. Заново проходить не придется. Если ты приключения включишь, то на кампанию не повлияет. Приключения для того и созданы, чтобы в любой момент можно было загрузить какую-то хочешь карту. Едите, только сейчас обратил внимание, какой же огромный корень сверху. Как-то мы с Никичем бегали, я даже не обращал внимания. Возможно, это уже спешили просто, когда с ним бегали, поэтому... Как-то не обратил внимания. Так, ну тут надо бы не пропускать, конечно, секретки. Единственное, что я хз, где они. Мы вроде с них еще много находили, но... Могу пропустить. Всегда боюсь пропустить секреточку. Хотя знаю, что их уже пропустил дофига. Не знаю, но предполагай. Так, ну что, где мобы? Я хочу уже потестить. Вот они. Давай, поехали. Бейте. У меня 14-левая локация, кстати. Так, и... Пошло реген. Едите регенище. И вот так. О-хо-хо-хо. Вот это реген. Офигеть. Просто регенища. Ну это жесть какая-то. Да мне вообще насрать. Чего-то видел мой реген? Да я тебе говорю, меня насрать. Прикольная тема с ретро... С реиграбельностью и генерацией. Я не помню такого в других играх. Да, это довольно уникальное свойство... Этой игры. Полностью согласен. Ну, теперь осталось только на финальном боссе проверить этот билд. В первой части же такого нет. Тоже было, да. Было. В первой части не так много секретов было различных. Но реиграбельность была. Я за это очень сильно любил первую часть. Ну, там еще очень крутой вот этот гринд левел и прочего был реализован. Прям хотелось гриндить. Ну, я не знаю, там, блин, пробежал три пачки мобов, у тебя левел. Пробежал три пачки мобов, у тебя левел. Ты вечно что-то качаешь, вечно становишься сильнее. Надо... Посох этот апнуть. Сюжет нет как такового, как игруля. Здорово, игруля топовая, но ее нужно понять, так сказать. То есть, не нужно в нее играть, как в обычный шутан или как в какой-то Dark Souls. Это довольно, как по мне, уникальная игра. Вот. И если ты примешь ее правила, то, в принципе, она тебе тоже очень понравится. Возможно, Ремонт новая большая франшиза, как в свое время Souls игры. Сомневаюсь. Потому что эта часть от первой не так уж и сильно отличается, если уж так посмотреть. Вот. Ну, я, конечно, могу только надеяться на то, что у них получится крутые DLC выпустить. И я еще не раз поиграю в эту игру. Мы с Никой вообще общались по поводу хардкора. И, возможно, после того, как он с БГ-3 закончит, мы пойдем на хардкор. После избавления от негативного эффекта стихии дает иммунитет к таким эффектам, а также похищение жизни в размере 2 от нанесенного база урона на 10 секунд. Блин, ну что это за 10 секунд? Что это за смех? Типа, ну я не знаю, возможно, есть какой-то билд, о котором я не знаю, которого я не понимаю, который на тебя настакивает эти негативные эффекты, и потом как-то они пропадают с тебя. Но я не понимаю, как пропадают эффекты. Только расходники юзать. Каждый раз расходники на негативные эффекты просто задолбишься юзать. Юзать расходник для того, чтобы на 10 секунд себе повысить лайфстил. Ну офигеть. Такое себе. Но по продажам она уже оправдала все ожидания издателя, так что игра успешная. Да, да. Но у нее маркетинг не какущий был, я считаю. Они даже стримеров никого не покупали. Плюс очень малое информирование было. Ну и разработка была довольно дешевая, насколько я понял. То есть они, короче, экономили как могли. Ничи... Что? Бывает. Простите, не та кнопка. Надо срочно какую-то компьютерную игру играть. Вообще надо турель ставить, но я хочу без турели пока проверить билд. Какой вообще сюжет здесь? Или это как Диабло, не в сюжете дело? Здесь сюжет есть, он глубокий, но подача его... Подача его типичная для кооператива. То есть хочешь, какие-то читай записки. Хочешь, расспрашивай НПЦ. Но если ты не хочешь, то как бы ты просто можешь пробегать его. Я просто пробегаю в основном. Потому что мне больше нравится геймплей. Мне на сюжет по большому счету насрать. Поэтому ничего не скажу по сюжету. Он вроде как есть, но я вроде как за ним не слежу. Стримеров, спидранеров вроде были интеграция. Да? Ну, может быть, слушай. Я не видел, если честно. Но может быть. Я не спорю. Ну, в любом случае, это не тот масштаб, как обычно у ААА игр. Правильно? Тихо. Надо проснуться. Что-то я еще не проснулся. Очень выборочный подход был. Думаю, третий будет уже не дешевый. Можно даже куплю поиграть, если доживу. Ну, стримеры спидранеров входят в категорию экономили на всем. Ну, да. Есть такое. Ну, оно прям видно, заметно по игре, по маркетингу прям. Блять, у этой игры даже пресс-кита не было. Я когда хотел подготовиться к трансляции, я типа думал, надо найти пресс-кит, как это обычно бывает. Типа оттуда какие-то картинки выделить и так далее. У них даже пресс-кита не было. При применении восстанавливает 57 от максимального запаса здоровья в секунду в течение 5 секунд. Избыточное лечение удваивается и преобразуется в эффект постоянного. Да. Тут 57,5. Это за счет того, что у меня класс. Добавляет эффект реликвии. И из-за того, что у меня еще дополнительно 40%. Поэтому такие цифры большие. Здесь вообще изначально было то ли 30, то ли 35. Здорово, Дикмар. Ассасин Мираж будешь проходить у себя? Я тебя начал смотреть, когда ты в Альхало проходил на 100 и было топ. Буду проходить. Мираж жду. Единственное, что мне не нравится, то что Мираж выходит почти в одно время с... Что там еще выходит? Этот, как его? От беседки игра. Старфилд. И я не знаю, как успеть Мираж пройти и потом забуриться в Старфилд на вечность. Вот. Поэтому посмотрим. Но я планирую. Стоит ли вообще первую часть проходить или можно сразу во вторую наиграть? Можно сразу во вторую играть. Они, в принципе, не сильно отличаются. Но после второй можно, в принципе, если и прям захочется во что-то подобное поиграть, после второй можно и в первую пойти. Но если ты прям великий любитель сюжета и так далее, то, может быть, и стоит тебе в первую поиграть. Не знаю. Умысел знаний. У тебя сил хватает играть в Ассасин Вальхалла с Одиссей. Добил все мое. Вот какое-то увлечение серией. Мне Вальхалла понравилась. Одиссей мне... Я не играл в Одиссей. Я играл... Который перед Вальхаллой был. Как он называется? Короче, вот тот, который был перед Вальхаллой, это такая духотень. Я просто не осилил эти сто тысяч разных оружий, которые ты выбиваешь. Этот гринд, это... Фу, блин. Я... Такая отвратительная игра была. Я еле играл в нее. И то я там, по-моему, один или два стрима сделал. Мне, короче, не вам понравилось. Вот Вальхалла мне очень понравилась. Нанесение урона по уязвимым местам увеличивает урон по уязвимым местам на 10 на 7 секунд. Эффект суммируется... Ну, нормально, кстати. Неплохо. Так можно увеличить. Сложность в игре влияет на лут? Сложность в игре влияет только на экспу, которую ты получаешь. А, соответственно, если ты получаешь много экспы, то... Что мне с энкодером? Если ты получаешь много экспы, то ты качаешь быстрее свой класс. А, соответственно, чем быстрее ты качаешь свой класс... Вот тут на карте есть уровень локации. То тем больше тебе попадается уровень локации. А уровень локации прямо влияет на дроп, который тебе падает. Вот. Ну, я имею в виду вот типа скрэпа дроп, типа оцинкованного железа и так далее. А вот всякие кольца и так далее, они находятся в секретках. Так что на это ничто не повлияет. Вот. Короче, я как-то, может быть, замудренно ответил. Уровень сложности в основном влияет только на экспу. Все остальное уходит мобам. То есть, хп мобов, урон мобов и так далее. Так. У меня, кстати, кровоток все. Кровоток полностью прокачан. Нужно думать, что дальше качать. Зарядка модулей... Нет, не модулей. Нам нужно... Восстановление умения. Вот это, наверное, нам более интересно. Вот. Что тут еще? Зарядка модулей в ближнем бою. Поглощение урона. Это призванные существа. Нам это не интересно. Блин, на самом деле я очень мало талантов открыл. Прям... Как-то очень мало. Мне бы сопротивление урона талант не помешал бы прям совсем. Тогда бы я бы и без турели поглощал весь урон. А это важно как бы. Одиссей был перед Вальхаллой. Но вообще Одиссей неплохая часть. А вот Origins это реально дрочь. Самая говняная часть. Что по сюжету, что по виду. А DLC так вообще как будто... Барабаны делали. Ну, я так скажу. Мне, в принципе, понравился в Одиссее. Да, в Одиссее персонажи. Вот эта вот женщина сильная, которая накачанная. Она мне, в принципе, понравилась и так далее. Но вот основной сюжет был неплох. Но как только ты приходил, какой-то поточный сюжет. Там какая-то детская фигня начиналась. Просто там все как будто бы резко стали детьми. Нейросеть, которая училась на детях писать сюжеты просто. Вот это меня прям убивало. Так, это какой-то босс-файт что ли? Как же он бежит? Как же он бежит? Так, кто-то, по-моему, бежит еще, да? Так, это, кстати, такой неприятный моб. Прям жуть. Как же я с этим лечением, конечно, расслабился. Вообще-то же не стараюсь играть в эту игру. Как же он бежит? А, это мини-версия того босса, с которого мы с Никой еще три дня били. Ой, не три дня, вы поняли. Ну, долго было. Новый талант — стабильность. Что-то турель вообще особо не старалась. Так, талант — стабильность. Раз в раз пули отдача уменьшается на 40%. Ну, кстати, для вот этой пушки, с которой я стреляю, возможно, это неплохая тема. Посмотрим, я пока не знаю, что я буду дальше качать. Мне бы классовые всякие хрени качать, но у меня всего лишь один класс 10 уровня. Вот. И то я ими пользуюсь, то есть это основные классы. Так, а где-то тут что-то есть? Какая-то секреточка, что-то такое помним. Мы с Никой, чем ее как-то случайно нашли. Ну, как случайно. Мы искали и нашли. Ага. Если задуматься насчет сюжета Ассасина, то почему после смерти Дезмонда они в следующих частях какой-то непонятный бред делают с героями вне анимуса? Там живут некоторые. Ты вообще что не понимаешь, что происходит? В некоторых тебя спасают Ассасины, ок. Но почему не сделать какого-то чела и был бы главный герой и интригу? Ну, слушай, не знаю. Я реально не знаю почему. Возможно, они поняли, что они не вытащат глобальный сюжет и решили как бы даже не заморачиваться над глобальными. Ну, у них же там типа три игры и три разные студии делали. Может быть, они решили, что они не вытащат с общим сюжетом разработку и решили даже не мучиться. Не знаю. Величит урон в ближнем бою на 0,2 за каждые 1 единица тяжести брони. То есть, если у нас 100 единиц тяжести брони, мы на 20% увеличим урон. Милишка со 100% со 100 броней. Но с вот этим амулетом вполне можно, кстати. Блин, как же я рад, что я нашел этот амулет. Блин, там, по-моему, можно было в бок пойти. Как же я рад, что я нашел этот амулет. Просто под него реально такой интересный билд собрали. Тут все, да? Я считаю, что под него мы с вами очень интересный билд собрали. А, кстати, я эту банку не выпил, лол. Но нужно левел бы докачать. Седьмой. Здорово, Рассит Хиромэн. Так. Хаймин. Вообще, земля, она такая, типа, от зоны к зону. И у тебя мини-боссы какие-то, ну, такие вот файты, как только что были. То есть, в принципе, это довольно короткая локация. Давайте скушаем сердечко. 15 секунд, да. Я просто больше не унесу. Да. Блин, он на 15 секунд повысить весь хилл в два раза, это... Просто жесть. Ну, по крайней мере, когда у тебя такой билд. По поводу Балдера 3 и других новинок. Ты сказал, что ты скажешь про Сталкер 2 проходить... По поводу Балдера 3 и других новинок. Ты сказал, а что ты скажешь про Сталкер 2 проходить нам будешь? Конечно, буду. Так-то у меня прям очень много Сталкера на канале всегда было. Просто в последнее время не до Сталкера было, поэтому я его не стримил. А второй почему? Конечно, постримил. Посмотрим, что из этого получится. Вот, я как бы в игру не сильно верю. Я всегда был пессимистом по поводу сталкера 2. Но, по крайней мере, я всегда был пессимистом по поводу тех сроков, которые они давали. То есть, ну, нельзя такую игру сделать за 2 года. И они ее уже делают больше, чем 2 года. Соответственно, чем больше они ее делают, тем больше я начинаю верить в сталкера, скажем так. Потому что их вот эти обещания, это такая чушь. Уличит весь урон на 15 при применении реликвии эффект удваиваться на 15 секунд. Блин, это, кстати, да. Это, да. А я сверху сундук пропустил. Это, кстати, копия нашего этого... Нашего хаба, в котором мы бегали. Вначале, там, где кристалл посредине стоял. Я вот только не понял, это копия или это будущее, или что это. Или это альтернативное, или это прошлое. В общем, короче, непонятно. Ну, в общем, вот здесь был камень. По-моему. Уже насыпает. Уже насыпает. Блин. После Энигмы очень сложно привыкнуть обратно стрелять в цель. С Аимом прям беда. Будет как с первым. Хороший он или плохой. Но вододелы будут в таком востребованном восторге. Особенно западные. Учитывая, что сталкер для всех, кроме определенных захватчиков. Ну, посмотрим, что они, как бы, сделают для того, чтобы моды можно было делать. Смотрим. Тактора у метро вышел отличный... Отличный инструментарий для разработчиков. Но, как бы, модов так много, как на первый сталкер, не появляется. Так что, кто знает, кто знает. Ну, появляются моды, но их, типа, супер мало. А инструментарий-то они неплохой сделали. Метро же сюжетная игра. Там открытого мира-то и нет, по сути. Так, а при чем здесь, если моды можно делать? Не, мы еще про моды говорим. Вторая проблема в том, что он, типа, более сюжетный. А сталкер 2 будет более хрипплейный. Посмотрим, конечно. Так. Дает похищение жизни в размере 5 от нанесенного базового урона в ближнем бою. Блин, ближний бой. Я когда увидел 5 процентов, я уже офигел. Метро с пососами. Пососы для метро не сделать. Либо если сделать, то очень тяжело. Так, ну, не знаю. Вроде я все нахожу, то, что есть. Надеюсь, ничего не пропускаю. Здорово, чё? Ну, скримеры, ну, скримеры, да. Там в метро некоторые локации прям под скримеры сделаны. На шум родном или на английском? На родном. Чё, это уже на английском играть? Который я так плохо знаю. Так, это камень, на котором я был, да? Окей. Вроде нормас. Вроде все лутаю. Хотя, мне кажется, возможно, где-то здесь прыгнуть можно. Чё-то подлутать. Надеюсь, что они в новом метро вернутся всё-таки к метро и чёрным. Да, да. Сюжет очень не хватало чёрных. Это я с оглы. Не знаю, почему они так резко вырезали их из игры. Прям резко. То есть у тебя две игры про чёрных. Там весь сюжет вокруг этих чёрных крутится. И в третьей части, ну, только намёки. И то она столько, как бы, призрачная, что прям вообще. Я не совсем понял этот момент. Вот. Ну, а по поводу вернуться в метро, ну, тут уж вряд ли, наверное. У них книги же тоже больше не появляются. Ммм. Странно. Ну, да. Это, в принципе, как вариант. Вообще, метро и, как бы, сталкер — это две идеальные вселенные, которые можно соединить. Едите, у меня хп сносит. А это 80% сопротивления, между прочим. Поставь! Поставь! Что, я не пойму, где у него уязвимая точка. Вот, да. как же я мало урона наношу что музыка вряд а Продолжение следует... Продолжение следует... Прости нанося урон только турелькой... Урона мало, но взял измором, это правда, да... Ну, действительно урона маловато... Так, по мне там... Ощелывал не идет... Так, вампиризм я вкачал... Ну, я бы, наверное, тогда восстановление умений повышал бы, да... У меня больше просто нечего... Стойкость мне нафиг не нужна, да, давайте... Если бы у меня еще был десятый уровень медика, так... Ну, не десятый даже, девятый... Это был бы вообще шикос... Так, а тут у тебя на арене нет ничего, где что полутать? Мне кажется, у меня могут быть проблемы на финальном... Ага, тут уже не вернуться... Мне кажется, у меня могут быть проблемы на финальном боссе... С учет того, что у нас сколько у меня маленький урон... И... Финальный босс, у него очень маленькие окна для отжирания будут... Посмотрим, конечно, но... Пока, я думаю, что проблемы могут быть... Потому что этот босс, вы видели, сколько он меня сносил... Все пухи, что выбивал, мало было... Одни моды падали... Стандартная винтовка... Согласен, согласен... По поводу оружия, действительно, в этой игре мало оружия... Мне даже кажется, в первой части было больше пушек... И то... И здесь, в основном, все пушки в секретках... Ну, то есть, кто так делает, вообще? В первой части было больше разнообразия с этой брони... И заточки ее больше пассивок... Но... Тут больше разнообразия в плане... Классов... Классов вообще в первой части не было... Ой... Ух! Покатура же так сильноantic! Но... Ну попробуем Вот эти щелы такие противные Блять, забыл, что по эту штуку нельзя подходить Спасибо за просмотр! Так, это есть Как же они орут, надо игру потише сделать, да? 15 уровень локации, кстати, не очень высокий Я все хочу локацию какого-то 20 уровня, чтобы посмотреть, насколько это сложнее станет Человек, когда прошел игру, только понял, что саб-класс работает параллельно, а не вместе Ты имеешь в виду, типа, вот этой штуки нет или что? Или типа то, что можно менять класс? Я думаю, ты выбираешь между А-а-а-а, ну это жестко Отберешь второе, и он работает с первым, у тебя два скило Ну, я уже говорил у себя на стриме, то, что мне, в принципе, есть очень многие вещи, которые в первой части нравились больше, чем во второй части Но, с другой стороны, во второй части, мне есть многие вещи, которые мне тоже больше нравятся Так что тут, как бы, общее ощущение по игре у меня, в принципе, такое же, как и с первой частью Ну, может быть, во второй чуть-чуть больше, потому что она, как бы, посвежее, и первую я уже до дыр, как бы, прошел Может быть, из-за этого еще Вот, ну, в первой части мне боссы нравились некоторые больше Хотя, вот Мы вот с вами проходим сейчас игру, и сейчас мне попадаются боссы явно поинтереснее, чем мы, или сники, чем у нас Вот это, который плетет, как ее... забыл, короче, как ее зовут Было весьма неплохой босс Не тот Убила? Нихера себе Ткачиха ночная, да-да-да Давдеть к ней, блядь Мне же вообще нельзя было умирать, это опять эта духота будет, ё-моё Так, ладно, это была ошибка, нельзя было умирать Ну, давайте вылазить, блин Это очень жесткий удар у него уже, значит Окей Как же мне нравится, что здесь все бинды на одну кнопку Но вылазь Душный мог В Anemer То-то. В Иваны ... Продолжение следует... Не успею, не успей. Не успел. Так, супер. Всё, не заливаем, чё-то. Это последняя заливочка на сегодня была. Поняли? Кто зальёт, тут не молодец. Продолжение следует... Что за лаги я не пойму? Чё мне фризит, когда он прыгает? Ну, жопа какая-то. Ладненько, блядь, пойдём ещё разочек. У меня тупо фризит, и персонаж не перекатывается в этот момент. Не молодец, да, не молодец. Блин, ну это жесть, реально, обидненько. Ненавижу, когда, блядь, сливы вот такие происходят. Не от тебя, зависящие, блядь. Ж бесят, не могу. Столкнулся с фризами. Да игра ужасно оптимизирована. Причём я, ну как бы, до сегодня только в кооперативе были фризы. Сейчас опять появились. Причём я, ну как бы, до сих пор. Возможно, зря, кстати, потратил, надо было, наверное, на моба следующего потратить. Поэтому я вообще не смог играть с пухами, которые заряжают выстрел, потому что, когда импут не срабатывает, ты просто целишься и смотришь на врага. Это да. Тут вот, да, вот именно проблема с импутами. Момент фриза, у тебя не срабатывает импут. Это прям дико бесит. Момент фриза, у тебя не срабатывает. Так, ну что, умру ли я еще раз? Вот в чем загадка. Хотя, возможно, в этом нет никакой загадки. Чел, блядь. Заряжаемся. Турель как бы все сама сделала за меня. Спасибо, турель. Похоженный симулятор. Звуки, эффекты, вот эти взрывающиеся цветки. Да. Да, тут как бы лабиринты тоже похожи на симуляцию прям очень сильно. А мы это брали с Никичем? Я что-то не помню. При следующем получении урона восстанавливает 40p6. Единственное здоровье в течение трех секунд действует до трех раз. Эффект длится 30 секунд. По-моему, лутали. Иногда будто глючит, так что, возможно, в DLC нам расскажут, что там заманили в симуляцию. Ну, а конец первой части, он же тоже там был с этим очень связан. Финальный босс, вот это вот все. Как-то так. Так. И тут будет еще один такой похожий моб. Главное тут не залить. Ну и тоже маленький дэмэдж. С этого расстояния. А, когда я убиваю, ады тоже умирают? Интересно. А где мой турель? Турель убили. Что-то новенькое. Ну, этот урон действительно конский просто. А, у меня заряда не было. Понял. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Какой отличный геймдизайнер придумал этот проход, в котором моб летающий застреет. Вообще, эта локация, она, знаете, кажется, что ее уже как бы выстрадали. Просто выстрадали под конец разработки. Без рандома, без всего. Просто как бы линейная локация с кучей мобов. Бежишь и убиваешь мобов. Он у тебя вообще в камне застрял, да? Но это, в принципе, вполне. Тут даже вот это вот место есть, оно как бы намекает, как бы намекает, что что-то здесь все-таки хотели сделать, а потом такие, да, блин, я хзшу сюда добавить. Поэтому оставляй, просто оставляй. Одни руки торчались, огнемет шарил. Я вот думаю, если бы у игры был сюжет побольше, либо вера в себя побольше, то... Возможно, мы бы получили, конечно, контента побольше. Вечно, я этот, блядь, урон ловлю. Я не помню, как один лут взять над лестницей. Вот этот? А, я понял, про какой ты говоришь. Ой, так ты, походу, слушай, ты, походу, босса скипнул одного. Тут, кстати, лута нет, лол, а мы когда сники еще были, тут лут был. Ну, типа, есть некоторый лут, который рандомно в разных местах спавнится. Вот этот, да? Ты, походу, одного босса скипнул. Мягко говоря, для галочки просто обосновать, зачем мы по мирам шаримся, да? Ну, я как-то не углублялся, мне всегда казалось, что он все-таки был какой-то... Ну, нам, по крайней мере, даже в чатик писали, что здесь сюжет, в принципе, есть. Он, в принципе, довольно глубокий, там, если читать все книги, все диалоги, слушать и так далее. Вот. Ну, а если вот так вот спидранить, как я, то, понятное дело, что, как бы, ничего не поймешь. Поэтому я, как бы, в плане сюжета доверял чату. Но сама подача сюжета мне тоже не сильно нравится. Ну, хотя я понимаю, зачем это сделано. Я понимаю то, что это кооперативная игра, и в кооперативной игре тебе... Это вот, знаете, как мы с вами играли в Redfall недавно, который вышел? Блядь, кооперативная игра, первая локация, в которой ты появляешься, выходишь, и там уже 10 записок тебе, блядь. Про какой-то, там, этот, там, блядь, какие-то вампиры, какая-то херня происходит. Ты такой, блядь, я в кооперативную игру зашел. Какие, блядь, записки? Какие, блядь, я вот так и представляю. Играю с молекулой, молекула стоит, читает, блядь. Вот просто так и представляю себе это. Ну, шо, Дева? Че-то турель не стреляет. Ну, они там, что, где-то заспавнились, и не бегут сюда, что они, не поймут. Шо, турель уже закончится. Ладно, заряжай. Надо турель пополнить. Так, турель закончилась. Где второй? Я вообще-то думал второй моб, а не второй цветок, блядь. Че так больно? Значит, можно откисывать. Так, ну путник такой себе. Здорово, Антонио Маргаретти, здорово. Чел! Я с чатиком общаюсь. Люди собираются в копию, в Балдору играть. Я этих записок в жопу езжу. Ну, там хотя бы люди знают, на что идут. А это экшен все-таки. Когда ты играешь в РПГ, это роллплей, да? То есть, ты понимаешь, на что ты идешь. Когда ты играешь в Редфул, блядь, ты понимаешь, что ты пришел сюда, блядь, пострелять в вампиров. Тут и так, контента много в сравнении с большинством входящих игр. Мэйби вырастут в следующей части. Ну, они бы обещали вроде как ДЛЦ. И я думаю, что это их была типа цель. Ну, я просто понимаю, как... Возможно понимаю. Ладно, я не так буду говорить. Я, возможно, понимаю, как у них там митинги проходили, да? Когда они типа собирались такие. Но мы потратили столько-то, столько-то сюжета. Нам нужно столько-то, столько-то времени, если мы хотим реализовать все затеянное. Они такие. Хм. А если мы не стрельнем? И все такие. Хм. А если мы не стрельнем? И они такие. Окей, тогда давай вырезаем этот контент. Планируем под него ДЛЦ. Выпускаем. Стреляем. Выпускаем контент. Ну, они типа решили, какой минимум контента должен быть. И так далее, и так далее. Вот, как-то так. Ну, я так, по крайней мере, себе представляю, как это все выглядело. Так, по поводу того, как забрать ту херню. Погнали. Не наверх. Надо будет сходить пушечку заточить. Так, это открываем. Тот, кто знает, тут знает, зачем мы это делаем. Жало легкости. Ищут урон в ближнем бою, пока тяжесть брони уменьшит 50. Бонус к урону растет с уменьшением тяжести снаряжения и достигает максимального значения в 25%, когда тяжесть снаряжения равна нулю. Нормально так. Даже тут оцинкованное почти не понятно. Я так понимаю, это все зависит от уровня локации, к которой ты прибежал. Так, и вот если у вас тут лутатит, то надо по этому корню спрыгивать и лутать этот айтем. Но мне в любом случае надо спрыгивать, потому что мне вот сюда. Шнур вероятности. Величивает критический урон на 30%. Да, звучит очень кайф. Кольцо голого милишника. А там мили атаку, да? Ладно, я уже не буду искать. Там этих колец миллион, пока найдешь. Имбу не подобрал. Да, если у тебя ДПС... ДПС билд, то, конечно, это хорошее колечко. А на босс ты этого ходил в итоге, нет? Или тоже его пропустил? Как же больно эта штука вылетает. Минус все хп. Наверх пошел. А, понял. Ну да, тут этот корень легко не заметит, согласен. Оно количество колец на мили урон, при том, что половина боссов летает, кстати. Да, я, кстати, вчера... Вчера думал по поводу того, чтобы, возможно, типа, мили билд сделать. Ну, знаете, типа, как я вот говорил, что надо попробовать в соло поиграть, чтобы чатику мог спокойно отвечать, чем соло хорош, чем соло плохо и так далее. И то же самое, очень частый вопрос, можно ли фул мили билд собрать. И я так подумал, и... Я понял, что нельзя тут полностью милишником быть. Тут реально невозможно полностью милишником быть. Половина боссов летает, половина мобов летает. Как тут милишником быть? Реально, как? Просто невозможно. Поэтому здесь нужно использовать все три пушки, как и задумывали разработчики. Как правило, мы пользуемся только двумя пушками, но... Все три пушки, если ты используешь, то ты молодец. Повышает скорость применения модулей и умений на 20. Турельку ставить на 20% быстрее. Ну, это, кстати, неплохо. Можно кольцо на опыт заменить, в итоге потом будет. Копьем кидаться. Ну, это же... Ну, это же вообще бред. Так, сейчас будет довольно сложный босс. По крайней мере, из-за диссинков у меня с Никичем были проблемы на этом боссе. На второй фазе, по крайней мере. Так, и есть кто? Блин, Мируэля нет в чате. Чтобы открыть класс, нужно на этом боссе что-то сделать. Это что-то новенькое, я такого не помню. Ваншот. Ваншот. Встретились как-то два регенератора, да? Это было жестко. Окей, ладно, давай еще раз. Офигеть. 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 Блин, за этих эффектов нихера не видно Словил Блять Он же на меня их крепит, точно Надо билд на антиваншот Так это и есть билд на антиваншот У меня все равно ваншоте У меня, к сожалению, не попалось Уменьшение урона Этот талант Если бы попался талант уменьшения урона, возможно, я бы выживал Нужно, может быть, колечко поменять Какое-то на уменьшение урона поставить Потому что ударили ваншоты Чел Дай туриль зарядить Все, спасибо Он и рано, нормально Опять вот это говно на меня прикрепил А походу вот этот у ворот не снимает Это говно, которое на меня крепит Это проблема В этой игре уменьшения урона не бывает Да нет, это неправда Как ты сделал такой реген? Ой, у меня много всего на реген Так, ну если мы не можем открепить этим у воротам То это проблема Да блять Все, словил, ничего не пропустил Есть, конечно, вариант не ловить Блять, это копье тоже ваншотает Это что происходит? Как же кольцо, которое спасает А вот походу его придется набивать, реально Я уже просто с таким регеном забил на это кольцо Давайте тогда его реально возьмем Потому что это что-то жесть какая-то У него все атаки ваншотят Ну не все атаки, ладно У него многие атаки ваншотят И Прям беда Можно, конечно, поменять сердце Вместо отхила такого жирного Взять броню Она точно не помешает Так я получил урон Турель сломал, лол И она закончилась Не должна была так быстро закончиться Жирный, прожимал Слушайте, я не успел вульту поражать, как обычно Что происходит? Ага, забыл Минус кольцо Да, у него очень много ваншотящих атак Просто жесть По-моему, мы когда с ним не... С Никищем были на нем Он меня не ваншотил Что за жесть? Здоровья, Вербух Просто каждая атака ваншот Ваншот, 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 ваншот Что у него? Регенератор порочный Может, это порочный сдаёт? У меня просто реально нет идей Чего он меня так долбит? Ну ладно Первая сложность Первая трудность, которая у меня вызвала этот билд Почему бы и да? Почему бы не попробовать? ГГ Не-не, можно, можно скинуть Ай-яй-яй Понять Он же сейчас под собой лужу оставляет Точно На ветеране вдвоём примерно Ну, ветеран не то Странно Так, ну тут я уж, конечно, сам виноват В лужу вступил В лужу вступил Субтитры делал DimaTorzok С такой музыкой, тут рядом ведьмак должен пробегать Идем Так, турель закончилась Троны заканчиваются, слегка раздражают этот момент Так, и лужи, лужи он не оставил, отлично Понял? Ну тут сам ошибся Пока давал отхил, не успел увернуться Только что проходил его на кошмаре В легкой броне, стрелок 10 Плюс медик 2 левела Я тоже не понимаю, почему у меня ваншотает Я тоже не понимаю Ну может быть какой-то аффикс у него Жесткий, типа вот этот порочность Не знаю У меня нет понимания, почему А мы тоже проходили на этой сложности Он не ваншотал у нас Там йопа мать Ахам, понял Погнали, чел Куда я попадаю, блядь? А он регенерирует от чего? Когда по мне попадает, типа лайфстил Или он просто со временем регенерирует Но со временем он точно регенерирует Но не то чтобы сильно Ну что? Только не маншот и пушку Хорошо Началось Началось то, от чего у меня жопа с Никищем горела Где он? Ну да, пришлось чуть-чуть попотеть на нем с этими маншотами На Амперик есть отдельный модификатор Так, а регенератор что делает? Просто регенится у него ХП? Так, и где эти штуки, которые летать должны? Блин, слушайте, что-то ничего не летает Неужели я всрал? У тебя потный шот, это плюс регенерация у меня был совсем другой Не правда, не помню какие бафы на нем были Ну да, он какой-то прям жесткий у меня попался Короче, чуваки, как открыть секретный класс, который Вот этот инвейдер, или как его называют? По идее, здесь должны летать какие-то штуки Я их должен, типа, ловить Ловцом снов Но я их не вижу Причем они летали, даже когда я с Никищем был У нас просто до ловца не было И рандомно надо босса убивать, пока Они не появятся Не знаю Ладно, в любом случае, переиграть не проблема будет Так, а я еще сюда не сходил, да? Давайте сходим туда Типа, можно запустить приключение, я так понимаю И на нем попробовать найти Но обидно, я рассчитывал, что я сейчас сюда приду Тут уже будут эти штуки Летающие Потому что надо посидеть Надо хорошо выспаться, чтобы они были видны Ничего не летает Интересно Пострегенератором регенит хп Если по нему пару сек нет урона У нас попался дубовая кожа И он был жирный ппц У нас, по-моему, с Никищем тоже была жирная кожа у него Дубовая кожа или как он-то Ну, с Никищем было бы проще его убивать Он не ваншотал Этот что-то начал ваншотать, не знаю почему Да, у него, конечно, есть атаки, которые не ваншотают Да Застрял, блин Телефон наяривает Готи, чел Пофиг Так, нам, по идее, нужно вернуться Я там что-то пропустил Да, там какая-то прям арена была Кстати, по-моему, мы с Никищем тогда тоже пропустили Я помню, что мы что-то не залутали Но я не мог вспомнить где Нормально Но если финальный меня будет ваншотой, то как бы Наличие у меня брони Зайдет на нет Так, ну, наверное, лучше так вернуться Мне кажется, самое основное Испытание для Билда, которое ты делаешь Это финальный босс Если билд не работает на финальном боссе То нафиг такой билд, правильно? Вот сюда я не забежал до конца Мне показалось, что это большая локация Я подумал, что мне потом сюда Там что-то лежит у него Спит, что ли? Может быть, это оно? Может, мне его ловцом снов нужно потрогать? Да, походу, оно Сон путника Да-да-да, ребят, оно-оно Блядь, забыл про это Это мне нехорошо Замедляй, замедляй Пошел он нахер Отлично Я его замедлил, когда он закопался Ловец снов Ловец снов находится В этой Ой-ой-ой, там еще один чел бежит Псих больницы Насколько я помню Поиграл 40 часов в игру Будто не играл вообще Теперь все ясно Именно этого локи у меня нет Да Это вот Это вот такая игра Это ее основное достоинство В реиграбельности Так, это я читалки Так, а что ты тут еще чел Хочешь мне отдать? Протокол эскалации Амулет Блин, а я читал, что там Идет какие-то светлячков Ловить этим Этой штукой Не то, видать, прочитал Величит весь наносимый урон На 2,5 На 10 секунд После убийства врага Суммируется до 10 раз При нанесении урона Отсчет времени Начинается заново Ну, это прям На боссах Неиграбельная штука Поэтому Такое Ну, либо если босс Адов призывает Хотя в этой части Таких боссов немного Ну, что именно Весь файт построен На отдых Так, ну что Тогда трогаем камушек Летим в блок Так, подождите А эту штуку я типа должен У меня, кстати, уже второй сон Эту штуку я типа должен Принять, да? Или ее где-то в особенном месте Нужно принять Так, еще один непонятный момент Возможно, я это должен сделать В блоке Блин, у нас тут контрольная точка Нам нужен камень Контрольная точка Нам не подходит Пойдем тогда дальше Чуть-чуть пройдем Почему у меня стамина тратится Лол Где-то Попадла Где-то Мопская Рядом Давайте посидим А обновимся В бою Понимаю Ну что же Не посидим Не обновимся Я хп трачу Забавно Так, ну окей Давайте посмотрим Сколько я быстрее буду хилиться Если я вот так сделаю Ну да Где-то примерно в два раза Нормально И все Финальный босс Ха Хорошо Финальный босс А я в итоге даже восьмой левел не взял Это будет интересный файт Возможно нет Возможно я буду откисать по кд Так, давайте попробуем здесь Блин, они не применяются Смотреть может быть Расходуемый предмет Настоящая какофония Кто Неразборчиво кричит Воет Верещит Как будто все звуки мира Слились воедино Я не подозревал Что скверно видят сны Сны являются органической Это неудержимые эмоции Обретающие форму Интересно А может они доступны и мне Он их не принимает Не знаю, ребят Я не понимаю, что происходит Может быть Может быть чел Чел, который на кране Или может быть Клементине их нужно показать Но Клементина вряд ли Братья Я ждал Быстрый доступ Обязательно поставить Блин, ну и чушь Так я еще Сейчас сделаю Почему этого нельзя Сделать из инвентаря Потому что Просто Потому что И нам, я так понимаю Теперь нужно сразиться С этим челом Да Да, уж плохо дело Так Небой Что у него там Регенератор Прочный Вихрь О, вихрь это Жесткая штука С притягиванием О, нихера Ты моба призвал А че они еще Что-то посложнее Второй Жестко Да, щит Типа я че происходит Тут еще вот это Искажение Эффект Оно одноразовое Я типа Всрал свой Трай Беда Я походу Всрал Трай Да А, я там Я там костер открывал Подожди Или я не открыл Я по-моему Не бежал Камню Блять А там ведь был камень Блять Походу Я не открыл Походу Я не смогу вернуться Да ГГ Ё-моё Блять Я класс не открыл Ну ёп твою мать Может еще раз бегать Посмотреть Может быть там еще одна Эта херня лежит Да сомневаюсь Блин Ну посос конечно Как же я так Давайте посмотрим Что здесь у нас И что делать Во-первых Посидеть у камня Обязательно А, это такой камень На который нельзя Телепортироваться Точно Тут есть пол Тихо Тихо Вроде можно бегать Блять 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 Жесть Я залил Блять Ну как так-то Вот оно Незнание Вот оно Незнание В этой игре Знал бы Просто бы Блять Не умирал бы Всеми силами Пытался бы Выжить И был бы Осторожней Так вот Тут что-то светится Эхо Анами Интересно Есть тут еще что-то Поспользовать Можно? Ну да Если это касается Того как вернуться К тому боссу То можно Так Тут тупик Походу Это все Что здесь Можно найти Нам явно Нужно было На вот этот свет Бежать И там Я что-то Нашел Ладно Погнали Обратно Было Фиолетовое Священие В воде Там Она Тут Везде Ну Погнали Назад Ну Я надеюсь Что я сейчас Вернусь И там Опять Эта штука Будет И опять Сон Смогу Посмотреть На что-то Мне подсказывает Что вряд ли Но я попробую Пойду-ка Я пожалуй Прокачаюсь Не нравится Мне эта пушка Хоть у нее И навык Супер крутой Но Блин Она Так много Патронов Тратит Так мало Дэмэджи Наносит Прям Не сильно Мне понравилась Эта пушка И все Дальше Закаленная Я боюсь Представить Что нужно На 10 уровень Если на этот Нужен Закаленный Если что Я всегда тут Не пропадай Хорошо Так Но нам Экспо Банки Уже не нужны Можно взять Банку Еще на реген Но наверное Давайте Лучшего Количества ХП Увеличим Топай Так Но я верю Хочется верить Что я не все Всрал Нету Через дверь Могу вернуться Да Так Наверное Проще Будет Продолжение следует Продолжение следует Наверное С учет того Что у нас Уже все Как бы А я уже Заменил Кольцо Да Точно Скорее В остальном Серого здоровья На 2 единицы В секунду Может Кстати Наверное Вот это Колечко Тоже Будет На что То Поменять У меня Очень большой Реген Типа То что Регенит Серое здоровье Оно и так Очень быстро Регенит Чего Такой Реген Можешь Показать Могу Во первых Вот это Урон в дальнем бою Дает похищение Жизни в размере 3% от базового Нанесенного Урауна Во вторых Вот эта штука Регенит 2 единицы Серого здоровья В секунду В третьих Вот эта штука Призванные существа 5% Этого ХП Похищают И тебе Отдают Дальше У нас Вот это Вот Безмятежное Сердце Восстановление 2 и 3 здоровья В секунду Дает Пассивного Когда применяешь Все Весь Скил Который у тебя Есть Он удваивается Затем Таланты Вампиризм Похищения Жизни Таланты Кровоток Восстановление Серого здоровья Нет Все Ну и Количество ХП Конечно Нет Рывок Тратит ХП Да Он Тратит И Превращает Его В серый Я понимаю Но Типа У меня И так Очень Очень Бодрый Хил Стоит Ли Настолько Сильно Его Еще Повышать Не знаю Посмотрим И Пушка Ну Пушка Можно Включать У нее Еще Тоже От Реген А Еще Класс Вот Про Класс Я забыл Сказать Еще Медик Очень Класс Еще Покажу Еще Под Класс Медик Нужен Ну и Конечно Инженер За счет Того Что У него Куча Брони Он Не так Много Дэмеджа По нему Входит И Соответственно Меньше ХП Надо Регенить Так Медик У медика Важное Во первых У него Все лечение Увеличивается На Сейчас На 40% Но при Максимальной Прокачке На 50% Вот Затем У него Есть Вы можете Вынести На один удар Больше Прежде чем Нанесен Начнете терять Серое здоровье Это тоже Помогает Вот Ну вот это Смотря Какое сердце Будешь Применять И так То Все В принципе Такой Регион Не Билд Неплохой Единственное Что конечно От ваш Отов Не помогал Мне На предыдущем Боссе Так Опять Я не туда Бил Так Куда Ты Даже Не знал Что Можно Залезть Блин Очень сильно Надеюсь Что это Поможет Ну Вроде Спит Блин Надо было На камне Посидеть Чтоб Я здесь Появлялся Да ладно Я его Сейчас Первый Раз Убью Да 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 Можно Хорошо Я Уже Блять Начал Я Уже Спугался Что-то там Застрял Чел Ну Бывает А тут Мобы Будут Да Их тут Нет Лол Странно Что Когда У меня Заканчивается Стамина Я не могу Дэшиться Это Прям Очень Странно Я же Трачу ХП А не Стамина Кого Хрена Не Могу Дэшиться Да Все Все Почему Вот нельзя Писать Контрольной Точкой И вот Здесь Типа В конце Приписка В бою Ну Либо Какой-то Крестик Типа Ее нельзя Применить Ну хотя Крестик Это Слишком Сильно Наверное Отвлекал Да Пробегусь Ай да Ладно Я так Применю Пофиг Я Мне 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 Повезет Давайте Для начала Сделаем Вот так Ага Ее Здесь Применить Нельзя Типа Наверное В бою Нельзя Применять Придумали Один Гады Все Мы не в бою Стал к этому Где-то Ну это Да Волгаринг Идеально Сделано Моб у тебя В пяти метрах Ты все равно За костер Садишься Тебе вообще Насрать Так Ну поехали Интересно Будет С этими же Аффиксами Или нет Ну по идее Мы активировали Эту точку У нас же Здесь Появляться Все Проверим Толстая кожа Порочные Вытеснения Да Новые Аффиксы Видите Как больно Все Чел Прощай Да Ёб Твою мать Походу Не прощай Да Блядь Опять Я умер Какие Жесткие Челы Просто Жесть Их Двое Блядь Их Двое Просто Жесть Так Я опять Здесь Появился Но я надеюсь Что мне дали Да По идее Дали Это оно Наверное Пойдем Мне еще какой-то Мутатор дали По-моему Намели оружие Не, не намели Скорее Подготовку Заряженных Атак Из лука Или Синтезирующие Винтовки На 10% Если это Можно до 30 Разогнать Процентов На меня Сомневаюсь Это было бы Неплохо Блин Ну эти мобы Прям очень жесткие Не видно еще Нихера Из-за этого Искажения Ненавижу Блядь Когда ты Сражаешься Не с боссом А с туманом Каким-то Или с каким-то Искажением Прям дико Бесит Уж так делает Инженер Только себе Крафтить броню Или все Или В Клаупе Тоже может Какую броню Инженер Крафтит Инженер Усиливает Броню И только Себе Так Давайте Посмотрим Че я хотел Посмотреть Хотел посмотреть Сюда нам Ничего не падало Но ничего Давайте может Поролим Кстати А мне же Должен был Красный Этот Выпасть Не выпал Конкретно С этого Чела Не падал Да блин Один Один Красный Кристалл Остался Для того Чтобы Бандита Максимального Уровня Прокачать Ну как Как-то На Е-мое О Ладно Да Не могу Бандита Улучшить Твою Мать Так Сколько У меня Давайте Покупать Правильно Задал Вопрос Но Ты Ответил Только Себе Обычное Здоровье Прочное Порочное 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 Пофиг Чел Да блять Что за казино У тебя Такое Придумал Казино Блин В котором Нельзя Выиграть Да ты Задолбал Чел Иди-ка Ты В задницу Какие У тебя Шансы Что-то Скрафтить Вообще Плюс 2.2 К здоровью Что там Еще Выпало Я Только Голубые Крафтал Выносливость Задержка Восстановления Выносливости Минус 7% Снижение Расхода Выносливости Минус 4% Скорость Возрождения Ну это В кооперативе Конечно Наверное Неплохая Штука Кстати Вчера Что-то Кекнул Википедии Прочитал Что есть Перк на Скорость Возрождения Но он Забагованный И он Не выпадает Просто Блять Просто Красота Обычно Сопротивление Недугом Урон От стихий Расходы Выносливости На заряженной Атаке Уменьшение Урона К броне Прочности Щита Какой Какой там Уровень Прочности Щита Прочный Эффект Щита Плюс Один Ну неплохо Ну что Погнали Финального Босса Пыздить Патроны У меня Есть Чуть что Мне точно Их будет Не хватать Что Можно Поставить Себе Еще Вы Заряжаете Модуль На 10 Единиц Не хочу Не надо Не надо Немного Верещает Интервал Уклонения И повышает Скорость Уклонения Блин 60 секунд 60 секунд Это смех Какой-то Это одно Уклонение Блин Ну давай Ладно Так Сейчас посмотрим Что я еще Скрафтить не могу Сипят валом Только надо умудряться Их поднимать Ну да Там очень Очень Атаки Такие Что Надо Бандиты Сейчас Кстати Переставить Так И мы Открыли Какой-то Лук Полумесяца Это Заеха Которое Мы Во сне Нашли Окей Так На этом Мы можем Не смотреть Это Ничего Не могу Взять Окей Значит Бандиты Блин Один Кристалл Один Кристалл Просто Не попался Ну как Так То Что Ж Такое Хоть Иди Пофарми Где-то Знать бы Где-то Приключение Включить Какое-то Ладно Погнали Нечего Откладывать А хотя Не Подождите Надо У женщины Проверить Друг сам Опять Оцинкованное Железо Продается Я смогу Еще Прокачаться Чуть-чуть Продается Не знаю Как это Работает В первой части Это От времени Не зависело А тут Это Явно Нет Времени Зависит Что-то Так Могу тебя Апнуть Блин Пятерочки Не хватает Ну как Так-то Пока От Смертей В принципе Довольно Логично На самом Деле Типа Чем больше Ты Умираешь Тем Как бы Легче Тебе Становится От того Что Тебе Железо Засыпет Так А вот Искаженное Убежище Туда Могу Вернуться Из-за То Что Я Посидел На Костре Ага Окей Давайте Посмотрим Останется Там Этот Моб Или Нет Вообще С него Должен Красный Кристалл Упасть Почему Он Не Упал Это Хороший Вопрос А я Не В Скаженным Я В Обычном Понял Меня Обманули Искаженное Убежище Это Просто Этот Камень Так Называется Все Понял Заскамели Да Типичная Ситуация Для Стримака Когда Его Заскамели Заскамели Вороты У меня Почти Моментально Восстанавливается ХП Вообще Жесть Так, мне сюда, да? А, кстати, мы же с вами так и не посмотрели, что я там открыл. Давайте посмотрим. Покров пустоты. Классовое умение. Вы автоматически выполняете идеальное уклонение от всего получаемого прямого урона в течение 60 секунд. Каждое автоматическое уклонение сокращает время действия на 33-100 в зависимости от объема поглощенного урона и создает обманку на 3 секунды. Автоматический уворот звучит хайпово. Вы переноситесь вперед через пространство и время. Следующая атака ближнего боя в течение 5 секунд нанесет 300% урона. Чтобы увидеть, где вы окажетесь, зажмите кнопку умения. Если выбрана цель, вы появитесь за ее спиной. А, так вот зачем все эти кольца на мели атаки со спины и все так далее. Вот оно зачем. Создает резервную копию ваших текущих показателей здоровья, выносливости, зарядов, реликвий, боеприпасов и негативных эффектов, которые хранятся в течение 30 секунд. Во время действия резервной копии вы двигаетесь на 15 быстрее и получаете на 10 меньше урона. Повторное использование умений восстанавливает все сохраненные значения и создает обманку, которая действует 3 секунды. Сосстанавливается 50 секунд. Прикольно. Что-то дотой попахивает, да? Недосягаемость. Окно уклонения увеличится на 3%. Кайф. И сколько его на максимум можно увеличить? 30%. Да, вот это, конечно, класс под 10 уровень прокачать и потом чисто его пирк прокачивать. Это прям топ. Окей. После быстрого бега в течение 1 секунды или уклонения вы получаете 1 заряд импульса. Каждый заряд увеличивает урон в ближнем и дальнем бою на 0,7 на 15 секунд. Можно накопить до 5 зарядов во время бега. Атакуя в ближнем и дальнем бою, враги, отвлеченных на вашу обманку, союзники похищают жизнь в объеме 5 от базового урона. Блин, ну на самом деле я не совсем понял, как эта обманка-то в итоге работает. Вы расходуете на 10 меньше выносливости на уклонение и скольжение. При применении реликвии вы привлекаете на 25 меньше внимания врагов в течение 10 секунд. Пока действуют отвлечения, при следующем уклонении вы ставите усиленную обманку на 4 секунды. Какая-то сложная эта тема с уклонениями. Бесшумная тень. При использовании умений захватчика вы ставите обманку, привлекающую врагов. Вот оно почему, вот оно как делается. Обманка исчезает через 3 секунды. Вы наносите на 5 больше урона врагам, не атакующим вас. Но, как минимум, стоит его до 10 прокачать, хотя бы ради перка. Неплохо. Мне нравится. Часпаде дам. Дам. Простите. Продолжение следует... 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 Он просто симулировал человека по фотографиям Хью Джекмана Из фильма, где у него яйца на подбородке Ты где этот раритет, блядь, пистолетный, откопала Нужно справиться она Ща покажу Блин, эта локация, конечно, супер красивая Прям максимум красоты Что, я готов? Кольцо серого здоровья Блин, давайте не будем менять Сейчас я три часа еще кольцо буду выбирать И так, погнали А почему у меня оружие не заряжено? Подождите, блядь, у меня и пытайтесь наебать Стример будет гореть через 5, 4, 3 Не угадал А вот теперь пошли гореть 15 уровень всего А я хочу эту штуку восстановить Я не знаю, почему у меня здесь 0 зарядов было Она стрельнула один раз из пистолета Видать Ааа, вы поняли, что произошло? Для катсцены Разработчики обленились И для катсцены Поменяли пистолет на дефолтный А потом его поменяли обратно Но это происходило не в катсцене Это происходило в самой игре И, соответственно, из-за того, что поменялся пистолет У нас скинулся модуль Блядь Просто вообще жесть Ой, решили не придумывать, как бы, велосипед А сделать все вот так Точнее, не велосипед, а костыль Где-то ты свое оружие держишь Видать, от огнестрела зависит, да? Видать, от того оружия какое Видать, от того, какое оружие И тут такие милишники Блядь Шо-шо делать Ага, планирую зацепить Ой, а че? А че с уроном, чел? Не повезло тебе, конечно Быть таким слабеньким У меня турель ему половину хп снесла Лол Чел Шо с лицом? Ой Да Ладно, постреляй для приличия Да я умер, блядь Да выебывался Так, ладно, погнали Давай теперь Теперь по-честному играть Без вот этого всего Мне просто было интересно Турель его Добьет или нет Просто бегать Да, я вот тоже так хотел делать Ой, блин Давайте, может, хоть чуть-чуть вот так сделаем Чтоб было более Более честно Тут просто турель ему в лицо стреляет Не, походу пора ставить ее Турель, ты стрелять-то сегодня будешь? Нет Да Да Финальный босс, конечно, да Это совсем не то, что у нас было с Якищем Совсем Да На второй стаде будут проблемы с турелью Тут я согласен Сейчас посмотрим Отлично, я встал Отлично Отличное дело А, сука, нога чешется Блин, у меня вообще не код сыт Так, патроны нужны? Та, от мини Повреждение данных Плохо Плохо Че, турель попробуем? Плохо дело Плохо дело Плохо дело Блин, я зря делаю Слушай, ну, я думаю, билд прошел проверку Мне кажется, ты уже где-то превращался к боссу Ты вообще видел, он меня на своей фазе даже половину хп не снастил Это просто жесть, здорово Я верил, что будет не так Но, билд явно прошел проверку Мне понравилось Не, я хилки не ел Но у меня такая хилка, она пассивно работает Ее не обязательно кушать В чем дело? Что? Что мы сделали не так? Обуздать Смерла не выйдет Я уже не смогу ее стержать Остаться один вря Ликвидация Чтобы истребить Смерлу Нужно восстановить систему Так А можно подробнее? То есть Стереть все И начать Сначала Сначала? Но мы же должны были этого избежать Выбора нет Ведь Корень убьет Все И всех Навсегда Это Неожиданно Я Не желаю этого Нет Постой Я Я придумала Бродяга Сюда Блять Мне все равно нравится Как они сюжет обыграли Вокруг реиграбельности Это реально их фишка Игры И они даже сюжет вокруг этого обыграли Так Главное Типа Ебать Сейчас Да Так Турель Разберись Завчера Дисторшина Смели билдом Для хардкора Прохождения Вот это уже Серьезное Считаем И мы как раз Сегодня обсуждали Мели То что в этой игре Это просто Неиграбельно Новый талант Ученый А это наверное Больше Эксп Падает Турель Стрелять На фоне Слышите Когда твой Друг Идиот Влез В кадр Турель или не убивал мелким пузырями для него играбельно и играбельно это понятно но вряд ли это будет хардкор вот но это чисто как ра-а-а-а-а флабил опять эмили оружие оружие в чарджи становится оранжевой стреляет тугой на расстоянии с ней вполне реально на самом деле валян это получается мили оружие которое становится ренджевым мы все были лишь симуляции как неожиданно да как неожиданно так слушайте у меня прошлый раз вылетела игра и я не посмотрел что было после титров но мы с вами посмотрели на ютубе что было после титров я на раски поюда ага и не показываю надо обязательно титры досмотреть вот же молодцы так ну круто круто билд мощи шикарные считаю вот это сердце которое мы сегодня с вами добавили она идеально в билд писалось такой хп региен нереальнейший просто жесть просто жесть вот это сердце офигеть блин пассивно восстанавливает 2 и 3 единицы здоровья в секунды при использовании удваивает весь хил все восстановление здоровья удваивает восстанавливать здоровье которая турель мне высасывают удваивает восстановление здоровья вампиризма удваивает восстановление кровотока это же просто что это такое это я не знаю это это бешеные цифры просто бешеные и может путника начать качать а это не то это нужно качать где тут книжка нарисовано должно вот это да ученые 15 опыта я не буду на закричать 1 2 3 5 6 7 10 на 3 сразу же прыжочек нормально так 11 12 15 понимаю такая сцена что ради нее смотреть да там реально зашквар какой-то в конце а ты уж как бы ждешь так долго чтобы там чел просто вышел такой и здоров для космолов да и так регена хватает я бы обычное сердце в сумму так а зачем зачем нас билд на отхил так смысле обычный сердце шоу прикалываешься это 2 и 3 единицы здоровья в секунду пассивного ты даже не применяешь сердце когда тютерка хп ты не успеваешь отрегин ты нажимаешь скилл и получаешь 100 брони и пока у тебя 100 брони ты регенишь 23 процента хп в секунду по номере что-то типа того все как бы ези зачем менять не я не понимаю мне кажется это прям топ вот ну и к тому же у тебя пушка есть который включаешь и регенишь просто нереально бешеный еще еще больше регенишь но пушку я бы может быть конечно в этом билде поменял но у нас наша цель была максимально собрать билд под хп реген вот я и так тут вот это кольцо вставил которое можно поменять на что-то что еще хп регенит вот не знаю я прям мне нравится этот пилд я бы ему еще возможно в талантах повысил бы на 10 процентов сопротивления урона талантами вот потому что сейчас у него но это было бы где-то 75 процентов но и можно было бы там колечком каким-то еще повысить сопротивление урона короче до 80 довести но либо просто забить и турель брать в руку и как бы у тебя куда-то стреляешь турель и у тебя как бы 80 сопротивления так турель прекращать заниматься херни вот но не знаю не знаю мне принципе понравился билд надо придумать что еще попробовать мы с никичом там хотим еще вход на хардкоре поиграть попробовать вот надо под хардкор тоже что-нибудь придумать интересное я щас когда играю с молекулы я хочу попробовать билд на на огонь но этот как он называется как эта штука модуль на модуль который огонь дает хочу попробовать через него поиграть там пулемет плюс огонь плюс вот это бесконечные патроны и плюс перезарядка ковбойская все такое мы пойдем на хардкоре придется стараться мин максить стат ты конечно ну да надо бы подумать какими персонажами я же к денег еще открыл этого захватчика он тут называется в переводе но такой странный на самом деле класс типа мили ну то есть понятное дело его можно мили не использовать но он типа мили плюс у вороты плюс легкая броня такое вот тип вот эта штука активирует если по мне кто-то бьет то у меня автоматический ворот срабатывает вот она длится 60 секунд но с каждым уворотом режутся время продолжительности на от 33 до 100 секунд то есть если какой-то сильный ваншот еще удар прилетает то сразу срезает весь кулдау такая прикольная штука вот это прикольный скил мне нравится интересно если сделать так я не забагую этот скилл я он сразу же он сразу проходит забан ой привет какой успехи здорово только что прошли финального и смотрел как архонта разблокировать я так понимаю это последний секретный класс архонта я чуть-чуть смотрел и я как только начал смотреть я понял что ну его нафиг там нужно 10 класс из 10 уровень класса исследователь плюс куча всяких айтемов нужно и я уже после того как узнал что там куча всяких айтемов нужно я устал и не стал досматривать вот я так понял что нужно как коробшина себе застакать и пройти через вот эту коробшин дверь которая находится в лабиринте но там последовательность прям какая-то жесткая но если прям захотеть открыть но я и архонт он типа прикольный класс то что у него модули очень быстро восстанавливается я так понимаю он типа полностью на восстановление модулей ну не знаю мне кажется как первый класс его можно как дополнительный класс возможно брать как первый класс брать особенно хардкоре мне кажется она мне сильно нужен поэтому я думаю можно не заморачиваться но довольно сложно его получить как минимум из-за того что нужно качать 10 уровень этого исследователя кстати по поводу исследователя пойдемте его возьмем к сожалению нам не дадут его шикарную лопату мы и скорее всего можем купить где-то но это так вот единственная проблема с этим билдом это было на боссе который вот этот летающий гранатами отшвыривает я так и не понял почему меня ваншотал возможно у него есть какой-то какой-то типа афикс либо сам по себе босс игнорирует броню либо возможно у него наоборот чем больше на тебе брони тем больнее он тебя бьет потому что я реально не понимал почему не ваншотит с них еще когда мы играли он меня ваншотал только вот этой вот звездопадом своим который устраивал все а здесь каждая так и ваншот это что это уже такое ну ладно не каждая вот эти обычные атаки мечом его они не ваншот но я был реально удивлен какая-то там с тем боссом явно заманух так ладно чат короче сегодня такая трансляция получилась довольно короткая но ей не планировал сегодня долго играть прошли с вами игру в соло на сложности nightmare с нулевым аккаунтом ну ладно не нулевым аккаунтом у нас было там кое-что открыто но были классы как минимум открыты и мы начали с вами с инженера так что не с нуля проходили но в принципе ну с нуля мне кажется было бы конечно в разы сложнее потому что во первых возможно это был бы не инженер какой-то псарь а псарь настолько крутой как инженер конечно вот ладно короче в любом случае я остался доволен соло прохождением мне понравилось было местами достаточно легко но вот это вот чувство когда ты собираешь билд она со мной осталось навсегда потому что это было реально интересно весело я когда увидел вот эту комбинацию сколько кольцом и амулетом я сразу понял что я хочу попробовать это реально очень круто вот и сразу же типа такое супер тяжелая броня и потом сразу начинается понимание что под это кольцо а а почему так при уклонении вы не расходуете выносливость и превразуете 14 процентов от максимальных запасов почему уменьшилось раньше я использовал 17 процентов как странно в общем ладно что хотел сказать то что интересно было когда папа по мере получения айтемов ты понимал что нужно делать и ты понимал какой билд в итоге тебе нужен и вот за счет этого прям очень интересно получилось что мы там собрали броню у нас еще был промежуточный билд на щит то есть когда у нас есть щит мы регеним лучше вот потом вот это вот реликвию нашли крутую и соответственно еще лучше от хиллс короче не знаю я прям балдею мне прям очень понравилось вот но я думаю на этом можно с ремонтом закончить по крайней мере пока пока мы не пойдем играть в хардкор когда это будет но я так понимаю где-то недельки две может быть через две с половиной вернемся к римнанту свежий аккаунт ну точнее не свежий аккаунт свежий персонаж хардкор и скорее всего nightmare то есть на этой же сложности на хардкоре сомневаюсь что мы пойдем на апокалипсис играть хардкорами я думаю мы не настолько хорошо игру знаем чтобы вот так вот эти вот но посмотрим какой билд я я очень сильно да и я думаю что мы одного из персонажей возьмем инженером точно потому что инженер это прям какая-то дикая имба у него все очень хорошо значит джага 3 до по поводу джаги 3 послезавтра наконец-таки наступит четверг послезавтра четверг да отлично ребят не дружите завтра четверг полять ладно послезавтра по послезавтра пойдем джаги линдс всего-то на два четверга опоздал вот и да пройдем джаги тэленс там осталось один остров но зато теперь я буду не спеша проходить джаги тэленс пошли до этого мне приходит пришлось бы спешить я решил все-таки нет лучше его отложу лучше да пройду рим над и все будет хорошо как она это марш что может пойти не так да это будет нелегко мы сто процентов будем умирать но зато это будет интересно что-то мне кажется что на хардкоре всех убьет гравитация может быть может быть вот ладно все чат большое спасибо всем кто смотрел приходите еще следующая трансляция послезавтра то есть пятницу вот всем хорошего дня и будьте здоровы да да все пока 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 пошел я ой буду скучать в этой игре если честно чат но как бы пора пора с ней заканчивать все пока ребят